Всем привет, с вами Андрей Деркач, и это Детали. Проект настоящего времени, готовый объять необъятное, и при этом изучить каждую мелочь в мире науки, медицины и новых технологий. Смотрите сегодня. Поехали! Накануне Дня космонавтики SpaceX удачно запустил сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Камера-мотор. Посмотрим, как эти команды на съемочной площадке будут выполняться без участия людей. Спокойствие, только спокойствие. Узнаем, какой гаджет помогает избавиться от стресса и напряжения. А также кушать подано. Расскажем о котлетах и фрикадельках, выращенных в лабораториях. Пока Тесла Роудстер Илона Маска прокладывает дорогу в дальний космос, SpaceX вновь запустил Falcon Heavy. На этот раз полет был не тестовым, а вполне рабочим. В четверг ракета доставила на орбиту саудовский телекоммуникационный спутник ArabSat. Помимо коммерческой составляющей, для SpaceX было важно протестировать схему возвращения на Землю всех трех ступеней ракеты. Год назад, во время тестового старта, центральный ускоритель не смог попасть на плавучую платформу. На этот раз все прошло гладко, и три ступени ракеты плавно опустились в заданных точках. Отметим, что именно возможность многоразового использования ракеты позволяет SpaceX делать свои полеты в три раза дешевле, чем у конкурентов. На очереди у Falcon Heavy как минимум пять коммерческих стартов. Один из них — доставка на орбиту спутника ВВС США. Цена этого контракта — 130 миллионов долларов. Другие новости недели в дайджесте Евы Болдиной. Астрономы всего мира ликуют. В минувшую среду на пресс-конференции из шести мировых столиц ученые на четырех языках представили человечеству фотографию черной дыры. Сверхмассивный коллапсар находится на расстоянии 50 миллионов световых лет от Земли. Масса этой черной дыры превышает массу всей нашей Солнечной системы в 6,5 миллиардов раз. Для того, чтобы получить снимок горизонта событий коллапсара, международной команде специалистов потребовались данные восьми телескопов с разных континентов. Примечательно, что алгоритм, который позволил сгенерировать снимок, придумала недавняя выпускница Массачусетского технологического института американка Кэти Боумен. Объем обрабатываемых данных был настолько большим, что жесткие диски перевозились между континентами на самолете. Их передача по интернету заняла бы более года. Теперь черные дыры перестали быть всего лишь убедительной гипотезой, получив статус реальных объектов Вселенной. Неделя выдалась волнующая не только для любителей космоса. Генеалогическое дерево человечества пополнилось новой ветвью. Антропологи объявили о находке останков неизвестного ранее вида по итогам раскопок и анализа ДНК костей и зубов, найденных в пещере на Филиппинах. Homo luzonensis, или человек лусонский, жил примерно 50 или 70 тысяч лет назад. Представители этого вида отличались невысоким ростом, менее одного метра и крайне мелкими зубами. Они уже могли ходить, однако их стопы все еще позволяли лазать по деревьям. Ученые из Бостонского университета установили, что мягкая электростимуляция мозга у пожилых может на короткий промежуток времени восстановить скорость его работы до уровня 20-летних людей. В экспериментах участвовало несколько десятков человек в возрасте от 60 до 70 лет без значительных проблем со здоровьем. Исследования опубликованы в профильном журнале Nature Neuroscience. Как мы помним из уроков физики, в мире существует три агрегатных состояния веществ — жидкое, твердое и газообразное. Теперь, однако, международная команда физиков в Одинбургском университете сообщила о четвертом возможном состоянии. Оказалось, что при высоком давлении и температуре калий может перейти в состояние, при котором большинство элементов атома образуют твердую решетчатую структуру, а оставшиеся примут конфигурацию, характерную для жидкого состояния. Ученые назвали этот феномен состоянием цепного расплава. Скоро умные машины заменят не только летчиков, водителей, сортировщиков, грузчиков, но и представителей творческих профессий. Первыми здесь под угрозу увольнения попадают телеоператоры. Благодаря новым разработкам их количество в студиях резко сократится. Несколькими камерами будет управлять один человек, причем камеры эти будут полуавтономными, они смогут без лишних указаний четко выполнять поставленную задачу и вообще полностью исключить человеческий фактор. Алексей Горбачев подсмотрел, как будет выглядеть съемочная площадка будущего. Для съемки этого видео сейчас требуется как минимум два увешанных аппаратуры оператора. Очень скоро все изменится, видеокамеры становятся более компактными и требуют все меньше человеческого вмешательства. Самоуправляемые камеры могут стать настоящим прорывом в видеоиндустрии, ведь операторы теперь становятся не нужны. Камера сама запрограммирована на съемку и следит за движениями определенного человека. В этом году компания Panasonic представляет проект под названием «Умная студия». Операторские тележки с камерами располагаются на полу и на потолке, а также ездят вверх-вниз. Это позволяет получить максимально качественный уровень картинки, а также быть максимально креативным при съемке видео. И это лишь часть всей схемы. «Умные камеры» теперь можно запрограммировать таким образом, чтобы они не только снимали студию, но и распознавали находящихся в ней людей. Эта технология позволяет отслеживать людей с помощью инфракрасных датчиков в реальном времени. На актеров или ведущих одеваются специальные радиомаячки. Благодаря полученным данным, камеры с установленной внутренней программой могут фокусироваться на определенных людях и снимать их плавно и качественно. Самоуправляемые камеры разрабатываются целым рядом компаний, как в США, так и в Европе и в Азии. Пока у всех у них есть общая черта. Автономная работа возможна только на предварительно размеченных территориях, которые занесены в программу компьютера. Разработка этой швейцарской фирмы называется «Паук». Камера закреплена на специальных тросах и отслеживает передвижение объектов, двигаясь за ними в реальном времени. Некоторые продюсеры выбирают эту систему как раз по той причине, что для ее обслуживания не нужно много людей. Дело в том, что некоторые съемки остаются незаконченными, потому что компании не по карману привозить на место целую группу операторов. В то время как другие компании уже начали использовать эту систему, позволяющую управлять несколькими камерами с меньшим количеством людей. Так что рынок подобных технологий растет. Новый вид камер также позволяет при меньшем количестве людей значительно улучшать качество картинки. На телевидении выбрать самый лучший ракурс съемки, а в киноиндустрии снять гораздо большее количество дублей и выбрать лучшие из них. Камера позволяет как бы парить над толпой, пока параллельно умные сенсоры анализируют число людей, находящихся в кадре. Как мы видим, каждому из них присваивается номер, на который и ориентируются камеры. Для видеонаблюдения, как рассказывают представители компании, эта система пока не использовалась. Основная цель основателей этого стартапа это производство видеоконтента для развлекательных целей. Впрочем, полностью заменить операторов самоуправляемые камеры, если и смогут, то лишь в отдаленном будущем. Ведь на установку этой системы требуется время, а возможность оперативно снять сюжет, как, например, этот, одно из наиболее ценных качеств оператора человека. Алексей Горбачев специально для программы детали из Лас-Вегаса, Невада. Слово «хакатон» для обывателя может показаться странным, а оно вызывает ассоциации с хакерами и преступлениями в киберпространстве. Но на самом деле у него более законопослушный смысл. Это не что иное, как соревнование по созданию компьютерных программ, призовой фонд которого иногда может измеряться миллионами долларов. Илья Колосов побывал на хакатоне менее масштабном, но тоже проникся уникальностью этого явления. Если вы любитель автоспорта, то поймете, это что-то вроде Лимана для айтишников. Вот вам 24 часа и посмотрим, сколько вы сможете проехать. В каждой команде не больше пяти участников, четверо студентов плюс ментор. И за сутки они должны пройти путь от идеи до прототипа. Мотивация? Денежный приз. Но приходят сюда все-таки не за этим. Для меня важнее опыт, который можно получить на этом хакатоне. Я считаю, это очень здорово познакомиться с последними мировыми разработками в мире технологий и поучиться применять их на практике. Так что я здесь не за денег. За сутки участники могут узнать больше, чем за все время обучения в школе. Да и перспективы превращения прототипа в инновацию, то есть в приносящий прибыль современный продукт, велики как никогда. Тут бродят люди из GM и Boeing, Amazon и Wayfair, Chase и Capital One. Мы пришли сюда, чтобы сказать всем софт-инженерам, помогите нам софтам. Сегодня мы предоставляем участникам возможность реализовать себя в трех наших моделях APR-технологий. И это на самом деле очень мощный ресурс. Атмосфера почти остаповская, еда ваша, идеи наши. Однако важно, что магистрали идей структурированы общественными запросами. Правильное питание и физическая форма нет проблем, из инкубатора с видом на McDonald's выходит программа CalorieCat, которая вычисляет колораж по внешнему виду продукта. Третья премия. Проблемы с финансами? Установите пресейв, и смартфон сам посчитает, что купить от чего воздержаться. Общее второе место. Однако жюри отмечает не только прикладное значение, но и красоту идеи. Приз за лучшую инновацию получила приложение с графической визуализацией математических формул. Кроме как в аудитории не применишь, но лекции перестают быть скучными. Мы не знаем, будут ли созданные проекты востребованы в будущем, но знаем точно, что здесь можно творить без коммерческого риска. Ну а если людям понравится твоя идея, ты сможешь еще и заработать. И все-таки здоровье прежде всего. Неспавшие сутки студенты выкатывают приложение о пользе сна. Оно отслеживает ваши привычки, учитывает погодный фактор и предлагает оптимальный распорядок дня. Разработка получает 5000 долларов. Первую премию Bison Hacks 2019. Наша цель сделать так, чтобы люди понимали, как работают технологии, как наши мечты становятся реальностью. Мы сотрудничаем с инкубатором, наблюдаем за тем, как студенты работают, и гордимся тем, что им не нужно брать кредиты на производство своих программ. Сюда может прийти даже тот, кто никогда прежде не программировал. На спецтренингах помогут приобрести первый опыт, а потом добро пожаловать в тренировочные лаги, чтобы победить на следующем хакатоне. Илья Колосов, Давид Гогохия. Специально для программы «Детали» Вашингтон. Медитация, йога, дыхательная гимнастика. Чтобы постичь дзен, необязательно использовать древние техники, описанные в пыльных манускриптах. Современные мудрецы придумали кое-что столь же эффективное, но более простое и быстрое, ведь в наши дни человеку есть куда спешить. Теперь получаса в транспорте вполне достаточно, чтобы достичь просветления. Если, конечно, у Вас есть чудо-шлем. Евгения Дюло разбиралась, как с его помощью перемотать годы тренировок и духовных практик. В 1980-е ученые стали экспериментировать с воздействием звука и света на мозг человека, с тем, чтобы помочь ему избавиться от боли. Вскоре выяснилось, что боль напрямую связана со стрессом. Тогда же они обнаружили, что электромагнитные световые и звуковые волны могут воздействовать на мозг человека и погружать его в так называемый режим альфа, в котором он эффективно восстанавливается, избегая истощения и перенапряжения. Когда мы просыпаемся с утра и видим рассвет, наше тело ощущает на себе целительный свет разных частот спектра — голубых, красных, инфракрасных. И мы подумали, а почему бы не использовать те же самые частоты в нашем устройстве, чтобы мозг мог получать их в любое время дня. Подобное возможно благодаря суперпамяти, которой обладает наш мозг. Например, мы сидим на берегу океана, ощущаем его запах, вибрацию, то, как волны касаются наших ног. Мозг запоминает это ощущение, и, вызывая его искусственно, можно синхронизировать мозг и тело человека с исцеляющей альфа-частотой океана. Таким образом, 15 минут в брейнтепе помогут расслабиться, снять стресс и наладить крепкий здоровый сон, поспособствуют тому, чтобы бросить курить и даже похудеть. Врач-педиатр Джекита Хэнди применяет брейнтеп для работы с детьми, у которых наблюдаются проблемы с речью. Например, ко мне приводят ребенка, который не говорит. По языку тела понятно, что он в некоем литургическом состоянии. Он замкнут в себе, его сложно заставить обратить на тебя внимание. Когда с помощью брейнтеп мы генерируем альфа-волны, у него сразу улучшается зрительный контакт и увеличивается уровень внимания и вовлеченности в разговор. Супруг Джекеты, хиропрактик Джеймс Хэнди, использует этот прибор практически со всеми пациентами, среди которых много спортсменов, получивших травму позвоночника. Сначала они проводят 15 минут в брейнтепе. Я заметил, что после этого наши сеансы стали намного эффективнее. Ребята быстрее восстанавливаются. Многие тренеры не верят глазам. Джеймс прибегает к помощи брейнтеп и сам во время обеденного перерыва для того, чтобы восстановиться между приемами. Эффект от прибора он сравнивает с медитацией. Разработчики добавили в него голосовые программы, которые во время сеанса вызывают в сознании наиболее комфортные воспоминания. У этого девайса 180 различных сценариев. Надев его, в мгновение ока можно оказаться на вершине Килиманджара или заняться серфингом на Гавайях. Для меня это будет скуба-дайвинг на Красном море. Евгения Дюло специально для программы детали из Лос-Анджелеса. 12 апреля уже давно превратилась в одну большую космическую вечеринку, посвященную первому человеку, полетевшему в космос. Юрий знает, так называются сотни мероприятий по всему миру, приуроченных ко Дню космонавтики, где имя Юрий не сходит с уст. Конечно, многое в этих празднованиях с наукой не связано, зато задор там поистине фантастический. Андрей Цветков разбирался в феномене. Поехали! 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, который отправился в космос. Уже в 62-м году в СССР этот день стал называться Днем космонавтики. Кстати, его празднует из США. Правда, называется он не День, а Ночи. Не космонавтики, а Юрьева. Праздник Юрьева Ночи или Юрий Снайт международный. В 2004 году его праздновали в 34 странах. В день 20-летия первого полета человека в космос состоялся первый пилотируемый полет в рампах американской программы Space Shuttle. А еще 20 лет спустя, в честь 20-летия этого события и 40-летия первого, состоялось празднование Юрьевой Ночи. В мире различные мероприятия проходят с 6 по 14 апреля. Германия, Япония, Италия, Иран, Нигерия, Израиль, Финляндия, Греция, Великобритания, Коста-Рика, Боливия, Аргентина, Бразилия и даже Антарктика. Список можно продолжать бесконечно. Уже в начале апреля официально было зарегистрировано более 120 мероприятий в 48 странах. А сколько из них еще пройдет на любительском уровне? В США в этом году Юрьеву Ночь отмечают в Колорадо-Спрингс, Лос-Анджелесе, в космическом центре именно Джона Фитджеральда Кеннеди во Флориде, в Фениксах, Юстоне, Бостоне и многих других городах, включая американскую столицу Вашингтона. Подход везде разный. Где-то празднование будет сопровождаться алкогольными напитками и программой от популярных диджеев. Некоторые из них носят образовательный формат. Самым масштабным является празднование в Лос-Анджелесе. Среди гостей мероприятия американский астронавт Фрэнклин Стори Мазгрейб, звезды стриминговой платформы Netflix, а также человек, который ныне представляет совершенно новый формат космических путешествий. Марк Стаке, первый пилот-астронавт, совершивший успешный суборбитальный полет для компании Virgin Galactic, которая за нескромную плату вводит космических туристов на небольшое время в космос. Этих и еще многих людей по всему миру с 6 по 14 апреля объединит любовь к космосу. Любовь, которая появилась не с запуском первых ракет и спутников, а когда космос впервые обрел человеческое лицо. Почетный гражданин Болгарии, Греции, Кипра, Франции, Чехословакии, обладатель медалей Франции, Италии, Швеции, Австрии и высших государственных наград СССР, часть объединяющей всех нас истории, истории человечества. Гражданин мира и первый человек, который побывал за пределами нашей планеты, Юрий Гагарин. С праздником вас, земляне! В своем интервью героиня следующего сюжета утверждает, что первой вещью, которую она взяла бы на необитаемый остров, является губная помада. Это и понятно, ведь она ученый в сфере косметологии. Химик Баланда Атис известна как создатель косметики для темнокожих женщин. Для воплощения своего проекта в жизнь она объездила весь мир и собрала данные о 20 тысячах оттенков кожи. Результатом ее работы стало открытие уникального темно-синего пигмента, который сегодня активно использует лучшие косметические бренды. Мне очень повезло, что я стала ученым, ведь когда занимаешься красотой, без науки не обойтись. Наука – это главное условие существования красоты. Я выросла в очень интересном гаитянском районе. Если твои родители гаитяне, значит, ты станешь либо доктором, либо медсестрой, в общем, кем-то из медицинской сферы. Я начала работать в Лореаль в 1999 году. Я была химиком, специализировавшимся на туши для ресниц. Это была прекрасная возможность чему-то научиться, узнать больше о косметике. Так сложилось исторически, что темнокожим женщинам тяжело найти для себя подходящие оттенки тонального крема. Моя миссия в косметологии – сделать так, чтобы женщины больше не сталкивались с подобными трудностями. И когда у нас появилась возможность, мы сразу взялись за дело и разработали стратегию по решению этой проблемы. Для того, чтобы понять, какие цвета формируют цвет кожи, мы использовали что-то вроде камеры. Эта камера не давала изображения, а генерировала числа, которые описывали цвета кожи. Мы путешествовали по США, по самым разным регионам, а также за рубежом, например, в Южной Африке, чтобы собрать как можно больше данных и таким образом убедиться, что мы создаем продукт, который будет подходить для широкого спектра оттенков кожи. Думаю, одно обстоятельство, которое нас удивило, когда мы собирали данные об оттенках и о том, как они формируются, было то, что сам цвет кожи не становится темнее, он становится как бы глубже. И мы попробовали использовать специальный краситель, цвет которого называется голубой ультрамарин. Это по-настоящему чистый, яркий, богатый цвет, который помогает сделать тон глубже и при этом сохранить естественный цвет кожи. мы были очень рады, потому что мы поняли, что нашли способ дать многим женщинам то, что они так долго искали. Если бы меня занесло на необитаемый остров, мне бы понадобился блеск для губ. Мне нужно, чтобы мои губы были покрыты красивым защитным слоем и увлажнены. Для меня это вещь первой необходимости. Если мне и нужно что-то в этом мире, так это блеск для губ. Что может заставить меня улыбаться, так это осознание, что я помогаю появиться улыбке еще на чьем-то лице. Когда женщины говорят, что мы помогли им изменить жизнь к лучшему, это помогает мне вставать по утрам. Это то, что дает мне силы. Это то, что я считаю лучшим из происходящего, в течение дня. Животноводческие фермы уже очень скоро могут стать пережитком прошлого, ведь ученые научились выращивать мясо в лабораторных условиях. Первая выращенная в лаборатории котлета появилась на свет еще в 2013 году, но тогда поставить производство такого мяса на поток было невозможно из финансовых соображений, ведь цена одного килограмма такого продукта обходилась в 20 тысяч долларов. В прошлом году израильская фирма Future Meat Technologies смогла снизить цену до 100 долларов за килограмм и заявила о скорых планах достичь отметки 5 долларов за кило. Однако проблемой является не только цена, но и объемы производства. По данным ООН, с 2000 по 2050 год количество потребления мяса в мире удвоится. «Задача состоит в том, чтобы выращивать мясо экономически эффективным способом в больших масштабах и при этом сделать его безопасным для употребления, а также найти такой подход, который поможет решить проблему изменения климата». Для этого британские ученые из университета БАТа решили создать небольшие биореакторы, где собираются в больших объемах выращивать мясо, используя для этого безъядерные клетки травы. «Биореактор занимает центральное место в этом процессе. В нем нам предстоит воссоздать условия, которые позволяют мышечным тканям расти. Это материал, использованный за основу, само питание клеток и в целом среда, в которой они растут. Это и есть биореактор, то, на чем мы специализируемся и благодаря чему стремимся решить эту проблему». Тем не менее, полноценный, искусственно выращенный стейк человечество не сможет попробовать еще какое-то время. Но произведенные в лаборатории котлеты и фрикадельки, по словам ученых, появятся на прилавках магазинов уже через пять лет. Это были «Детали». Очередной раз заглянем вместе с вами в мир будущего уже через неделю. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова